Мы начинаем специальный курс обучения для всех, кто хочет познакомиться. У нас в студии режиссер-историк Академии Русской Академии Наук и Искусств Евгений Панасенков. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Ну и вот и первый вопрос сам по себе напрашивается. Скажите, как молодому человеку познакомиться с девушкой, чтобы не отпугнуть её? Он, во-первых, не должен её ничем пугать. Симпатия, которая возникает между двумя людьми, это то, что объяснить очень сложно. Конечно, есть какие-то общие советы, которые можно дать. Ну, во-первых, должна быть во всём какая-то элегантность в движениях, даже в манере речи. Необходимо подать руку, необходимо быть предупредительным и так далее, и так далее. Это всегда подкупает. Ну вот расскажите, на что всё-таки девушки подсознательно реагируют? Конечно, нравятся цветы. Остроумием. Даже если девушка не всегда понимает, про что она остроумит, это всё равно сыграет свою роль. Ну вот так, кстати, о цветах. Как их дарить? Вот с ходом времени, да время понятия растяжимое, это тоже сильно менялось. Допустим, конечно, в 19-м веке, в 18-м веке никогда не было такого, чтобы дарить большой букет. Охапку. Охапку, да, с ленточками. Сейчас ведь ещё считают, какая длина, знаете, вот этого стебля. Значит, цветок дороже стоит. Это ужасно всё. Всё это, конечно, катастрофа. И это нам подарил наш замечательный 20-й век. Я рекомендовал бы никогда не покупать вот на жёстком стебле вот эти розы, которые все сейчас без разбора берут. Как и гвоздики, кстати, знаете, вот эти. А вот скажите мне, Евгений, мужчины часто стесняются держать букет в руках. Вот как правильно нужно это делать, вот чтобы это не выглядело как веник и не испугало барышню? Считается, что нужно букет держать в левой руке, потому что идёт он от сердца. Ну покажите мне, пожалуйста. Ну вот давайте попробуем я его сейчас. Я попробую от сердца, знаете. Да, да. Вот примерно он, видите, он, слава богу, достаточно короткий, то есть тут нет ещё такой проблемы. Это можно, когда вы его несёте, чтобы он до девушки дожил, его надо, конечно, вниз. Вниз опускать, да? Да, опускать. А вот когда уже преподносите, левой рукой начинаете и правой ещё придерживаете, как бы от всего, не просто сердца, от всего вашего влюблённого организма. Вот так вручаете, и ей будет приятно. При этом надо смотреть, конечно, не на цветы, чтобы ими уже полюбовались, а желательно в глаза девушки. Теперь вы уже ею любуетесь. Вот вы преподнесли, она счастлива, она прикрывается, смотрит на вас игриво. А вы так уже, знаете, исполнили свой долг, можете теперь рассчитывать, что она должна как-то вам ответить на это так же благожелательно. Но ещё про цветы я вам хочу сказать. Видите, тут не всегда от количества материи, то есть даже цветов живой материи, зависит успех. Это может быть и один такой цветок, роза. Вообще не обязательно, чтобы была роза. Я хочу сказать нашим телезрителям, что будьте разнообразнее, выбирайте цветы, ищите в энциклопедиях новые названия, приходите в магазины цветов, где они там больше, чем... Ну, экспериментируйте, да, фантазируйте. Огромное количество есть потом. Ведь можно узнать в каких-то тоже умных книжках, какой цветок ассоциируется с каким именем девушки. Если вы ей подарили, и ещё ей это рассказали, какой-то, может, мифологический сюжет и так далее, это вдвойне сыграет свою роль. Ну, всё же, Евгения, уместно ли, ну, вот в первые дни знакомства, небольшие подарочки такие дарить? Это уместно? Подарки всегда приятны. Да. Если есть возможность, если есть вкус, прежде всего, потому что возможность номер два, если есть вкус и интеллект, можно даже, не имея больших средств, что-то очень тонкое сделать, да. Человек должен очень быть органичным и естественным, и идти от партнёра. Евгения, скажите, а что не стоит дарить женщинам просто категорически, что запрещено? Ну, вы понимаете, запрещено дарить то, после чего вы, во-первых, перестанете быть необходимы ей. То есть сразу дарить квартиру, машину не надо. Это первое. Второе. Если вы очень идейный человек, что сейчас достаточно редко, то, конечно, не надо дарить переписку Маркса и Каутского. Ну, и третье. Вы понимаете, иногда мужчины дарят что-то, связанное с женщиной, связанное с собой, что-то себе нужное, да. Тоже, мне кажется, надо больше думать о девушке и как бы вот, что ей может быть необходимо. Вообще надо бежать от быта, потому что девушка до самого последнего момента не должна догадываться о том, что всё идёт к быту. Есть то, что нельзя купить. Это вибрация, которая идёт от одного человека к другому. И лучший, как бы, вот вариант выражения этой вибрации – это голос, это пение. Ну, например, давайте вспомним, знаете, была такая дивная песня итальянская «Скажите девушке». Это очень, здесь не надо даже огромных оперных возможностей. Немножко напеть, и уже будет огромный эффект. А вот очень современный вопрос. Совместный поход, там, обед или, допустим, ужин, мужчина должен за всё платить? Мне кажется, я сейчас немножко так позволю себе схитрить, если девушки так хотят быть вот такими, как юноши в социальных отношениях, хотите, пожалуйста. Они в это наиграются. Пройдёт немножко времени, это всё опять забудется, всё вернётся на круги своя. Поэтому хочет она пройти вперёд, открыть ему двери, заплатить и так далее. Ну, боже мой, ну пусть она это сделает. Да, Бога ради. Да, вот именно. Нам же легче. Надо воспользоваться историческим моментом. Евгений, спасибо вам большое за замечательные советы. Надеюсь, теперь с вашей помощью счастливых пар станет больше, а мы продолжим сразу после рекламы. Оставайтесь с настроением. Субтитры подогнал «Симон»